Всем привет! И сегодня у меня достаточно необычное для себя видео. Я буду просто без сценария болтать, скажем так, о жизни, рассказывать о планах и прочем. Ну, хотелось бы, конечно, начать с поздравлением. Всех с наступающим! Или, если вы смотрите это видео уже в новом году, то с наступившим! Я надеюсь, что вы запланировали на следующий год, вы сделаете. И у вас всё, конечно же, получится. Потому что у меня планов на следующий год просто, ну, очень много. Я даже не знаю, вот, за что ухватиться с самого начала. Хотелось бы начать с такой темы, как YouTube. И вообще, почему я сюда решила пойти, точнее, пробовать себя, конечно, пока всё идёт, скажем так, не очень хорошо. Но меня пока всё устраивает, потому что на данный момент у меня такой график, который позволяет делать больше, чем просто рисовать. И я пытаюсь этот график забить по максимуму, чтобы не чувствовать себя максимально бесполезной. Поэтому мне пришла в голову идея заняться собственным YouTube-каналом. У меня есть ещё общий канал с моей подругой Перпин. Мы там всякие шуточки делаем. Ну, как обычно. И вот этот канал, он был, как бы, первым. Мы решили делать его вдвоём, потому что... Ну, потому что одному тянуть такое, что-то такое, довольно тяжело. А потом у меня освободилось время. И я решила, что я могу позволить себе завести свой отдельный канал со своими темами. И с коротенькими видео на какие-то более-менее полезные, интересные, в кавычках. Ну, вы крайне верите, для меня темы. И я лично всегда любила слушать всякие подкасты. Потому что, когда я рисую, мне довольно скучно сидеть одной. Не всегда я могу позвать кого-то посидеть с собой в Дискорде. И поэтому я включаю видео. Причём абсолютно разных авторов, на разные темы. И я понимаю, что, конечно, вы люди, которые меня смотрят... Спасибо за то, что это всё-таки сделаете. Они не все любят такое. Поэтому я хотела бы заниматься какими-нибудь такими подкастами. Но я понимаю, что дело это такое. Очень трудно на самом деле подбирать темы, искать аудиторию. И по итогу у тебя получится большой подкаст, который никто не посмотрит. Поэтому, да. Поэтому я решила выбрать тему рисования. Потому что, ну, я рисую. Вот это да. И просто по факту то же самое. Для меня лично это реально одно и то же. Это просто мини-подкастик на 5 минут, где я делюсь своим мнением. Потому что пока что никакой, наверное, полезной инфы я туда не внесла. Но мне так кажется. Я не уверена, что мой скилл позволяет делать какие-нибудь туториалы. Поэтому я не берусь за эту тему. Ну, то есть, если кому-то, конечно, интересно, вы можете об этом мне написать в комментариях. И я могла бы что-то сделать. Но просто, просто так, без чего-либо, скажем так, без числа комментариев я не буду это делать. Потому что я не считаю себя человеком, который хорошо рисует. Я нормально рисую, хорошо? Но не прям так, чтобы идти сразу делать туториалы и все такое. И вот, как-то так. Я не знаю, что еще сказать. В общем, да, мой YouTube пока что будет напоминать вот то, что вы сейчас видите. Это будут видео про рисование. Иногда, если это видео хотя бы посмотрит какой-то определенный качественный человек, я буду записывать вот такие подкасты со своими мыслями. Потому что, как я уже сказала, у меня очень много планов на 2021 год. И у меня очень много дел. Мне есть, что вам рассказать. Я человек болтливый. Я могу болтать без умолка. Я буду себя ненавидеть за это аудио, которое мне придется редактировать часа полтора. Да, не важно. Не важно. Я хотела сказать что-нибудь по поводу арта, который сейчас я рисую. Мне стоило, наверное, начать как раз с этого, а не с YouTube. Но, тем не менее, первое. Я случайно сделала слишком большое разрешение. И немножечко картинка в пикселях. Это не косяк записи. Это пока я рисовала, все так было. Это было просто ужасно. И я была уверена, что когда я сохраню эту картинку, все будет просто еще хуже. Потому что при уменьшении арта все становилось опять не очень красиво. И, в общем, оказалось, что нет. Все очень даже круто вышло. Но пока я рисовала, эти пиксели мне немножечко мешали. Я надеюсь, они на спидпенде будут выглядеть не так больно. Потому что все-таки скорость большая. Все такое. Так что, вот. Этот арт, кстати, из 2018 года. То есть, ну да. Тогда я довольно несерьезно рисовала. Я просто помню, как мне пришла идея с этой картинкой. И как я сделала, придумывала эти гребаные дизайны. И один из них остался, как вы видите, сейчас на Бриз. Потому что мне он понравился. Хотя люди, конечно, могут поспать, что это хороший дизайн. Но мне все нравится. Так что это самое главное. Так, я думаю, я тут буду перескакивать с темы на темы. Просто потому что видос у меня вроде как длинный. И мне надо что-то говорить. И я хотела бы еще немножечко рассказать по поводу комикса. По поводу именно планов. Именно комиксных планов на следующий год. Люди, которые давно у меня в паблике, знают, что я хочу нарисовать комиксы своими персонажами. Я не просто так их постоянно рисую. Ну, то есть, по факту, да, просто так. Но мне хотелось бы сделать именно комикс. У них у всех прописана история. И ту информацию, которую я вам вкидываю, это 10% информации от всего сюжета. И я обещала, что как раз в 2021 году я начну рисовать комикс. Весь 2020 год, он у меня первая половина была довольно скомканной. Потому что времени было мало. Но потом у меня освободилась вторая половина года. И я начала очень много рисовать. Именно тогда мой паблик хоть как-то поднялся. Я, честно говоря, охренела, что, вау, люди, оказывается, могут приходить из ниоткуда. Прикольно. Это было очень странно. И я тогда поняла, что зарисовать больше. И я взялась еще плотнее зарисовать, чем обычно, чтобы прогресснуть. Это все делалось для того, чтобы начать комикс. И так уж сильно по скиллу не облажаться. Я не считаю, что мой скилл готов к рисованию комикса. Это факт. Это просто реальный факт. Я не думаю, что я хорошо рисую. Но я реалист. И я понимаю, что либо сейчас, либо никогда. Я не знаю, что меня ждет потом. Я знаю, какой у меня будет следующий год. Примерно. По крайней мере, первую половину я знаю, чем буду заниматься. И за эту первую половину можно хотя бы начать делать комикс. Потому что 2022 год это вообще неизвестность. У меня нет никаких идей, что там будет. И возможно, я вообще уже заброшу рисование. И поэтому мне хотелось бы начать комикс, чтобы он хотя бы существовал. Я не планирую его бросать на данный момент. Потому что это для меня, считайте, цель жизни. Я хочу его закончить. Ну а пока что я его хотя бы хочу начать. И меня мой скилл сейчас не останавливает. Потому что он достаточно приемлемый. Люди с более низким скиллом начинают рисовать. И у них все равно появляется аудитория. И они прогрессируют. И к концу комикса у них очень высокий скилл. Так что эти ребята молодцы. Я ими, наоборот, горжусь. Можно, честно сказать, завидую по-белому. Потому что я хочу так же. Я уверена, что если я буду постоянно его рисовать, то у меня скилл будет расти. Возможно, мне потом будет стыдно за первые страницы комикса. Но это в любом случае дело поправимое. Я считаю, что лучше сейчас начать. И если бы вот у меня кто-то спросил, типа, Вау, Близ, ты там, типа, начать хочешь? Вот я тоже хочу. Вот что-то последовательно бы сказала. Да, иди, иди, начинай. Ты там плохо рисуешь? Пофиг, иди, начинай. Потому что неизвестно, что ты будешь делать потом. Что еще? Что еще? Я сейчас скажу. Я просто смотрю на запись. Тут всего 10 минут получилось. И если я еще что-то обрежу, будет и того меньше. И, в общем, вот насчет комикса. Как вы поняли, я его планирую начать. Я уже начала думать насчет обложек. Я начну рисовать их у меня в том году. Или в этом. Я не помню, не буду врать. Не, не помню. По-моему, это был прошлый год. Я начала рисовать комикс. Да, был пролог. Я его полностью наскетчила. Я его полностью залайнила. И я покрасила некоторые страницы. Это довольно большой кусок работы. И я передумала его вообще выкладывать. Я посмотрела и поняла, что мой скилл, ну, не дотягивает. Я не смогу продолжать в том же духе. Это пока что у меня получилось нарисовать хоть как-то пролог. Но дальше будет все тяжелее. И я его отложила. Отложила он у меня до сих пор есть. Я его буду перерисовывать, естественно, заново. Потому что за два года, за полтора года изменился скилл. Все такое. И я уже вижу немножко все по-другому. И еще одна причина, по которой я тогда решила не продолжать рисовать комикс. Потому что персонажи были не до клеца прописаны. Да, я знаю, им уже хреново туча лет. Сказалось бы, я уже должна все о нем знать. Но так получилось, что все, что на поверхности я знаю. Но вглубь я как-то, ну, не доходила. Потому что кроме меня это пока что никому не интересно. А одно все это сидеть прописывать, не имея каких-то, точнее, вопросов в голове. Вот. И сейчас я занялась прописыванием персонажей. Они у меня уже даже все фоновые прописаны. Другое дело, что не факт, что все фоновые персонажи получат свое развитие. Так что если вам кто-то нравится из фоновых персонажей, вам скорее всего не повезло. Потому что пока что я не знаю, как я их буду раскрывать. Но, конечно, главные герои это приоритет. Поэтому с главными героями все будет отлично. У них будет очень-очень много всего. Естественно, больше всего, наверное, я не знаю. Но пока что мне кажется, что больше будет Брис. Она чуть более главный герой. Потому что и с самого начала рассказ будет идти так, как видит все происходящее именно она. Затем мы уже перейдем к Блэйду. И там, по идее, уже они должны быть как-то вдвоем. Но, я не знаю. Все-таки мне кажется, больше ведущая как раз Брис. Просто потому, что она ведет себя не как герой. Она скорее как больше антигерой. Она изначально задумывалась как персонаж, который должен всех максимально раздражать своим поведением. И я уже знаю, что некоторые люди на этом моменте такие, нет, ну нафиг я это читать не буду. Зачем мне главный герой, который меня бесит? Но в этом как бы и вся суть. Она показатель плохого поведения. И то, как не надо себя вести. Блэйд же, он отчасти ее антипод. Он как бы в отличии от нее ведет себя адекватно. Вообще, все персонажи в отличии от Брис ведут себя адекватно. Но его цель показать другое. Он должен выглядеть на ее фоне абсолютно нормальным, здоровым человеком, скажем. Который ведет себя хорошо. Который является образцом, можно сказать, для поведения. Но потом оказывается, что не такой у жены хорошенький мальчик. И на самом деле у них Брис по поведению куда? Но намного больше общего, чем показалось с первого раза. И в общем как-то так. Естественно, я не хочу рассказывать сейчас весь сюжет. Может быть я когда-нибудь сделаю отдельный ролик на тему комикса, если кто-то хочет послушать. Естественно, я тоже не буду все спойлерить. Но обычно, когда речь идет о комиксе, я рассказываю о персонажах. А тут хотелось бы именно, хотелось бы поделиться именно самим сюжетом. Потому что я не думаю, что кто-то сейчас знает вообще о чем будет в комиксе. Такие, о, там есть Брис, круто. Там есть какой-то Блейд, там есть какие-то еще персонажи. Но блин, ну должен быть какой-то сюжет. Да, сюжет есть. Просто я его пока не рассказывала. Я не знаю почему. Я не знаю почему так вышло. Это довольно специфическая тема. Мне довольно тяжело собрать мысли в одну кучу. Я не писатель, поэтому я учусь, скажем так, писать. Я читаю там книжки всякие, все такое. И стараюсь держать в голове всю эту информацию. Точнее, старалась держать, потому что на данный момент я ее уже... Ой, я не знаю, как сказать, я ее уже записала, да? И теперь уже, я уже вижу сюжет. Из-за этого я не могла сказать, что, блин, у меня за сюжет. Просто какая-то повседневность. Но теперь я хотя бы вижу, в чем цель этой истории. Я вижу начало, середину и конец. Это то, что мне было нужно. И поэтому, вот, я считаю, что пора уже начать. Получается, всем спасибо за просмотр. Я очень хотела бы послушать ваше мнение насчет арта. В плане, есть ли какой-то прогресс такой явно или нет. Может быть, что-то у меня осталось на том же уровне. И мне это стоит проработать. Я надеюсь, вам было интересно меня слушать. Я бы серьезно, мне бы очень хотелось, чтобы кто-то написал. Что он меня послушал. И что ему интересна какая-то тема, которую я подняла сегодня. Я надеюсь, вас ждет в новом году только все хорошее. И этот год, надеюсь, был тоже нормальным. Хотя... В общем. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Если вы не подписаны, конечно. Там лайки ставьте, дизлайки. Ну, дизлайки тоже тем, что ставите, если вам не понравилось, что уж я вру тут, конечно. Подписывайтесь на наш общий Сперпин канал. Я уже говорила. Мы там всякую хрень делаем. Там, кстати, новый видос был. Где мы мучили наших друзей, они угадывали персонажей наши. Это был смеш... Это смешной видос. Я неплохо так посмеялась, пока все это записывала и монтировала. Подписывайтесь на паблики, если вы не подписаны. Блин, как вы сюда попали, если вы не подписаны на паблики? Я не знаю, но предположим, что все-таки вы не подписаны. Ну, в общем, пишите комментарии. Я их обязательно читаю, обязательно отвечаю. В общем, кажется, вот все. Я не знаю, как закончить это видео, потому что оно такое странное. В общем, да, всем спасибо и до следующих встреч.